МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самолет – самый безопасный вид транспорта на планете. За один день по всему миру в небо поднимаются больше 25 тысяч лайнеров. За год воздушные суда перевозят около 5 миллиардов человек. Это больше половины населения Земли. Однако жизнь устроена так, что никто в мире не застрахован от несчастных случаев. За последние 10 лет в мире произошло больше 100 авиакатастроф. Причины всегда разные. Техническая неисправность судна, плохие погодные условия и человеческий фактор. В 2019-м мир потрясли больше 10 крупных авиакатастроф. Случились они и в Эфиопии, России, Конго, Пакистане, Колумбии, Чили и Кыргызстане. 200. 143 на курсе на Кыргызстане. Верникальная. 100. 50. 40. 30. 2019 год для Кыргызстана начался с печальной новости. 14 января грузовой самолет Boeing 707, следовавший из Бишкека в аэропорте Герана, потерпел крушение. В 40 километров от иранской столицы. На борту воздушного судна находились всего 16 человек. Выжил только один из них. По данным проведенного после следствия, пилот не справился с управлением при посадке. Самолет выехал за взлетно-посадочную полосу и въехал в жилой район. Ранней весной этого года, 9 марта, пассажирский самолет Douglas DC-3 колумбийской авиакомпании Laser, следовавший внутренним рейсом из города Сан-Хосе-дель-Гуавьяров в город Вилья-Висенсио, потерпел крушение близ населенного пункта Сан-Мартин в центральном колумбийском департаменте Мета. Пилот сообщил диспетчерам о неполадках с двигателем и попытался осуществить аварийную посадку. На борту находились 14 человек, 11 пассажиров и 3 члена экипажа. Погибли, к несчастью, все. Сразу на следующий день мир потрясла самая крупная авария 2019 года. Новый Boeing 737 MAX 8 выполнял рейс из Эфиопской Адис-Абебы в Кенийскую Нароби. Взлет произошел в 8 часов 38 минут по местному времени. Однако уже через 6 минут после взлета самолет пропал с радаров. Судно рухнуло на землю в районе вулкана Бешафту, расположенного неподалеку от города Дебразейд. Жертвами этой авиакатастрофы стали 157 человек. Граждане более 35 стран. В том числе Россия, Египта, Канада, США, Китая, Израиля, Франции, Британии и других государств. По словам очевидцев, самолет разбился на множество частей и сильно обгорел. Я летел из Дубая в Адис-Абебу, затем транзитом в Найроби. Но из-за нестыковки я пропустил рейс в Найроби, а позже узнал, что тот самолет, на котором должен быть я, упал. Рухнувший самолет принадлежал авиакомпании «Эфиопиан Эйрлайнс». В плане безопасности авиаперевозчик имеет хорошую репутацию. И пилот, выполнявший рейс, имел большой опыт. Мухаммед Нурмухаммед — сотрудник эфиопской авиакомпании. У него было более 200 летных часов. После получения самолета мы провели первую проверку технического обслуживания 4 февраля 2019 года. Самолет был исправен. Мы глубоко опечалены гибелью наших пассажиров и еще раз хотим выразить соболезнования родным и близким погибших. «Боинг-737 Макс» — базовая модель новейшего поколения пассажирских лайнеров. Коммерческая эксплуатация самолетов «Боинг-737 Макс» началась в мае 2017 года. Первым его обладателем стала малайзийская авиакомпания. Самолет вмещает в себя больше 200 пассажиров. Дальность полета — больше 6500 километров. В прошлом году авиалайнер этой же модификации разбился в Индонезии. «Боинг» упал в Яванское море. Погибли 189 человек. Как позже выяснилось, следствием причины катастрофы в обоих случаях стали проблемы с управлением. А именно включение автоматической вспомогательной системы, которая пыталась выровнять нос лайнера. После эфиопской катастрофы все страны, в которых эксплуатировались «Боинг-737 Макс», одна за другой приостановили полеты самолетов этой модели. Страна-производители «Макса» в США отказались от эксплуатации последними. Все это время компания работала над выяснениями обстоятельств и устранением неполадок. Однако безуспешно в небе все еще ни одного «Боинга-737 Макс». Буквально накануне совет директоров отстранил от должности гендиректора «Боинга» Денниса Мюлленберга. Акции компании на фоне авиакатастроф резко упали в цене. Корпорация приняла решение приостановить производство лайнера в данной модели. Репутация «Боинг» подорвана. Я думаю, что компании нужно время на восстановление. Сейчас рано что-либо говорить. Главная задача для организации на сегодня – найти решение техническим проблемам. Должны быть задействованы лучшие инженеры. 5 мая в московском Череметьево аварийно приземлился самолет «Сухой Суперджет-100» авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск. Судно взлетело в 18.03 по местному времени. Через 7 минут оно достигло высоты более 3000 метров. Однако после самолет начал снижаться, заходя на посадку. При снижении лайнер сильно ударился носовой частью о поверхность полосы. Его дважды подбросило. При этом у самолета сломались токи и загорелись двигатели. Огонь начался в районе центра плана и моментально охватил всю заднюю часть самолета. Этот момент на телефон снимали очевидцы. На борту находились 73 пассажира и 5 членов экипажа. Погиб 41 человек. Причиной трагедии, по данным экспертов, стали погодные условия. Удар молнии, фостовую часть самолета. А также недостаточная подготовка экипажа и техническое состояние лайнера. Было проведено более 100 экспертиз, по результатам которых официальные органы назвали виновником катастрофы командира экипажа Дениса Евдокимова. Ему предъявлены обвинения в нарушении правил полетов. Сам Денис с этим не согласен. Сейчас пилот находится под подпиской о невыезде. Семьи погибших также считают результаты расследований несправедливыми. Адвокат родственников пострадавших Павел Герасимов заявил, что они не собираются подавать иски о компенсации в отношении пилота. Мы предполагали с самого начала, что обвинят командира или весь экипаж. Но это несправедливо. Все, что написано во всех материалах дела, чушь какая-то. Экспертизу, которую мы заявили, никто проводить не стал. Наши ходатайства проигнорировали. А в Пакистане в июле во время тренировочного полета над городом Равалпинди на севере страны упал военный самолет. Воздушное судно рухнуло возле жилых домов. Начался пожар. На борту самолета находились пять человек. Все они погибли. Жертвами происшествия также стали 12 гражданских лиц. В конце ноября 29 жизней унесла авиакатастрофа на востоке Демократической Республики Конго. Турбовинтовый самолет Дорниер 228 авиакомпании Бизи Би Конго с 17-ми пассажирами и двумя членами экипажа на борту вскоре после взлета потерял высоту и упал на жилой дом. В момент происшествия в нем находились 10 человек. Все погибли. По рассказам очевидцев, за самолетом тянулся шлейф дыма. Он трижды перевернулся в воздухе, а затем упал. Когда самолет упал, многие из нас бросились к нему. Мы знаем пилота, его зовут Дидье. Он звал на помощь, но мы не могли добраться до него, потому что огонь был очень сильный. Мы пытались потушить его водой из шланга, а через несколько минут подъехала пожарная машина. Причина аварии – техническая неисправность. Самолет эксплуатировался на протяжении 35 лет. К слову, большинство африканских авиакомпаний лишены права совершать рейсы в страны Евросоюза из-за плохого технического состояния самолетов и несоответствия их европейским стандартам безопасности. Компания «Бизи Би Конга» также находится в черном списке ЕС. Принес плохие известия уходящий год и чилийцам. Военный самолет «Геркулес» С-130 разбился во время перелета в Антарктиду. На борту находились 38 человек, в том числе 21 пассажир. Судно должно было доставить на антарктическую станцию «Артура Прат» оборудование и персонал. Однако спустя 6 часов после вылета самолет исчез с радаров. Еще через 7 часов он был признан потерпевшим крушение. Поиски лайнера до сих пор продолжаются. На сегодня найдены лишь его обломки. Генерал ВВС Чили Эдуардо Москейра заявил, что самолет мог упасть в море. Мы обнаружили в море части самолета. Сейчас все находки направлены на экспертизу. Возможно, самолет находится на дне моря. Учитывая глубину, дайверы не могут туда спуститься. Поэтому мы будем использовать возможности бразильского военно-морского корабля адмирала Максимиана, чтобы проверить морское дно на наличие улик. После трагедии в стране был объявлен двухдневный траур. На зданиях госучреждения власти приспустили флаги. А вот самая страшная авиакатастрофа с участием двух авиалайнеров произошла в 1977 году на Канарских островах. При попытке взлета в аэропорту Тенериф и Боинг-747 голландской авиакомпании КЛМ в тумане врезался в Боинг-747 авиакомпании Панам. В результате столкновения погибло 578 человек. Столкновение авиалайнеров произошло из-за языкового барьера. Голландские летчики плохо понимали команды диспетчера, говорившего по-английски с испанским акцентом. Вторая крупная авиакатастрофа по числу жертв произошла в 1985 году. На борту потерпевшего крушение японского Боинг-747 находились 524 человека, из которых спаслись только четверо. Причина гибели Боинга – некачественный ремонт. По статистике, если и не полностью ликвидировать авиакатастрофы, то максимально их минимизировать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова